Доброго дня, мои хорошие! Начинаю новый влог. Я уже в новой квартире. Когда сделали потолки, кажется, что ты в новой квартире. Все наблюдаю, смотрю. Намного светлей стало везде. И в туалете, и в ванной, и в прихожей. И очень прикольно, что по два света. Я прям не жалею, что я сделала двойной свет. Прям, честно говоря, если бы я знала, что так круто будет, я бы, наверное, спроектировала еще, чтобы точки света вывести, и в прихожей, чтобы был двойной такой свет. Вот, короче, наслаждаюсь. Все прекрасно. Сейчас я искупалась. Что планирую делать? Вообще планирую с Денькой выехать в Леруа. Но уже полвторого, я что-то так долго собираюсь, так долго собираюсь. Вчера я полдня отходила, еще с занавески ничего не повешусь. Села, хочу в Леруа, и в Икею зайти. Вот, какие-то из занавесочек прикупить хочется мне. Вот. И тюль еще надо купить. И одну тюль надо подшить. А точнее, если я еще одну куплю, то тоже ее надо будет подшить. Короче, хочется это как-то в раз все сделать. Побыстрее. Сейчас варю яйца. Мы покушаем. Сейчас еще сделаю себе матча. Выпила утром кофе. Я сейчас матча сделаю. Перехожу потихоньку на светлые полотенца. От всех цветных хочу избавиться. Подумала еще о том, что я хочу себе такой халат. Ну, из такого же, да? Халат, как в гостиницах. Очень мне нравится. Надо будет заказать. В осельке, по-моему, продается. Вот. И что? И что, и что? И поедем. Кстати, многие в комментариях... Поедем, да. Многие в комментариях пишут, что Денька такой молодец, по магазинам, с мамой, и не видно, не слышно его. На самом деле, правда, с ним вот пока что, я надеюсь, так и будет, с ним по магазинам мне ходить как бы в радость. Особенно, если мы с ним вдвоем, и нет никаких других детей. Потому что есть какие-то... Если есть еще дети, то, конечно же, он развлекается с ребенком, они там бегают, бесятся, прячутся где-то, да. А если я с ним вдвоем, то он всегда со мной спокойно, смотрит по сторонам. То есть он не бегает, не бесится вот так, чтобы, да. И ему все интересно. Особенно, если вот как в Леруа или в Икеа есть вот эти вот колясочки. Ну, не колясочки, а тележки, куда он садится, и вообще кайфово. Вот. Или мы можем так вообще с ним целый день кататься, покушать что-нибудь вкусненькое, в пятом день погулять, покататься, походить. И так целый день. И потом вечером просто спим, как суслики. Все. Сейчас я буду сушить волосы и делать мачо-чай. И будем собираться. Возьмем вас с собой. Короче, скоро выходить. Решила поесть вот так. Помидорки, авокадо, яичко, хлебец. Ну и колбасу пора доедать. А на хлебец намазываю вот такую вот штучку. Это не самое вкусное, конечно, что я пробовала. Там один криль, который мне очень нравится. Я думала, что этот будет похожий, но нет. Этот больше как просто масса, такая прослойка. Короче, сейчас поем и будем одеваться. На улице, кстати, непонятная погода. Я не пойму, вдоль дождь собирается. Как-то странно. Ну что, мы сели в машину. Направляемся Леруа и Икея. Приехали сейчас в Ашан. Зашла в Фикс Прайс. Кое-что взяла. То, что очень хотела взять. Все-таки взяла. И еще новинки прикольные взяла. Вообще вам понравится. Будет обзор. Вот. И это. Знаете, что? Сейчас сижу такая и думаю. Ну, пью уже на самом деле время 5 часов. И я продолжаю пить матча. То, что с кофеином там сидела. И вспоминаю, как во время пандемии у меня были такие вот жесткие панические атаки. Когда, знаете, сердце бьется, какая-то тревога. И вот я думала, что из-за кофе, да, там, из-за всего на свете. И даже я делала какие-то практики, там, психотерапия, да, от панических атак, там, я их 3 дня подряд делала. Попыл. Попыл, зайчик, на. Закрывай крышечки. Крышечки. Крышечкой, да, крышечкой. Крышечка. Крышечка. Да. Правильно надо говорить. Вот. И а все, сейчас, все как рукой сняла. Кашель ушел, панические атаки ушли. Я уже даже забыла, что вот так. Я просто сегодня вспомнила, я такая думаю, офигеть. Офигеть, я в шоке, как влияет какой-то такой стресс и страх вот этот вокруг, да, вроде сознательно ты такой нормальный, не переживаешь, а тело твое-то знает, что у тебя бессознательно происходит и выдает тебе вот такие штуки. Я в шоке. Ну, нормально, мы такие встали, я смотрю, и дождь идет. И что, сейчас тут прям под дождем нам идти, вообще не кайф. Все прячутся вон. Та-моё-моё. А, ну, как раз было написано, что в 4 будет дождь. Ну, сейчас мы выходили, не было. Дождь с задержкой, час. Ой, смотрите, кроп, и все горит просто красным. Распродажа, распродажа, все по 400, что ли? Сколько, много классных шлепочек, смотри. Ой, какие яркие, красивые. Прям просто. Сколько стоят? 700 рублей вот таких стоят. Розовенькие, желтенькие, резиновые, кстати. С мехом вон, налево, налево, блин, на лето продают. Со смехом. Со смехом. Так, точно? Точно они 700, да, 700 тысячу стоили. Так, ребята, мужские, смотрите. Ой, мужские классные, легенькие. А женские тяжеловатые, вот прям тяжелые. Дыня сюда идет. Куда пошел? Ну-ка, быстро стой тут. Ой, невозможно. Увидел что-то там. Короче, вот такие прикольные, мужские, желтые, красные, смотрите. Офигеть. Вот пацанам хорошо. Почему у вас такие легкие, а у нас тяжелые? Офигеть. Это несправедливо. Блянкие темышные. Обалденные шлепенцы, надо брату сказать, он любит этот магазин. Блянки. 48 размер. Смотрите, какие ботиночки тут классненькие, с такой силиконовой подошвой. Только цены я здесь не вижу на них. А вот такие. Ой, тяжелые какие, бог мой. Прикольные, но тяжелые. Общие. Офигеть. Как такие тяжелые можно носить? Вот эти кроссы легкие. Я помню, что здесь кеды очень дешево стоили. Вообще, прям чуть ли не по 200 рублей как-то. 500 рублей. Вот этот дизайн. Я, кстати, заказала себе на сайте одни недорогие кеды. Посмотрим, что придет. Ну, классические такие. О, вот цена. 800 рублей. Красные, смотрите. Сколько стоит? 600. Желтые, цветные всякие. Пока я иду в Икею, я уже тут все обошла. Мне нравится вот эта платьица. 2200 в Глории джинс. Только я не пойму, что это за материал? Мне кажется, она так классно разлетается. Такое желтенькое. Цитрус какой-то напоминает. Так. Так-так-так. Что тут? А, вискоза. Ну, так, кстати, многие из вискозы делают какие-то классные платьюшки. Брючки. Цвет красивый. Ой. Вот эти же вот сейчас очень модные вот такие вот. Только хочется... Ну, это и прикольное, на самом деле. Но хочется что-то, знаете? 1200. Что-то более непрозрачное, что ли. чтобы там вкладка была. Тоже хочу себе такую сумочку, кстати, взять. Ой, какое милое платье. Господи, горючек. Мой лук. Да. Это я делаю кепочку, чтобы это... Болосы не намочить. Я же их только постирала. А Денька вот, что-то сегодня он разгуляйка. Ой, кто это звонит? Взяла другую тележку вот такой вот. Она на самом деле такая легкая. Прямо вот с ребенком кайф. Я много брать не собираюсь. Чисто по гардинам. Думаю, положу их туда вниз нормально будет. Так, ну что, мы пришли в мир гардин. Тут все по оттеночкам, я смотрю. Так, вот там гардина, это я буду смотреть в другой раз. А сегодня я хочу что-то вот такое. Морская волна или что-то, я не знаю. Сейчас поищем. Еще и блэк они должны быть. Вот это, по-моему, блэк аут. Слушай, как они похожи на те, что в этом. Вы поняли, да? Леруа. Вот это тоненькие, вот это. Или здесь больше зелени. Ну, в принципе, цвета здесь вроде бы вот этот, но там, мне кажется, более синий цвет. с голубинкой там какой-то. Поедем туда, наверное, брать. Раз уж мне там понравилось, и все. Больше я тут что-то не нахожу. Цвет, который бы я хотела. Темно-синий не хочу, голубой не хочу. Вот я хочу морское что-то. 849 рублей. Одна штука, три на три. Вот. А я хочу спотерплюрую еще и посмотреть, как у них продается. Тоже по одной штуке. И сколько будут стоить. Они, в принципе, вот просто обычные. Такие, да, которые рассеивают цвет будут. Для всяких рисунков. Так, ну здесь мы зашли, посмотрели все. Морского ничего нет. Вот, кстати, вот он цвет похожий. Который. Ну да. Ну это они же и есть там. Да, похожи. Ну, короче, мне кажется, в Леруа получше будет взять. Тем более, там без люверсов, по-моему. Сейчас все проверим. Мне так нравится вот эта штучка. Я бы хотела себе такую домой, блин, тяжелая такая. Единственное, что не нравится, что она стекло и вот этот звук издает. Поняли? Я хочу, я люблю, когда все мягко, что можно бросить крышку, и она не разобьет. Это что у нас? Сервировочная подставка с крышкой. Тысяча рублей. Смотрите, какие кружечки классные. Новинка. 200 рублей. Симпатичная. Ой, только увидела, представляете, сюда оказывается эту сумку с ручками вот сюда вешать. Девушка ехала тоже с ребенком, я у нее увидела. Вот я, как это, телега, да, или как это, тормоз, короче, по-простому. Вот они, эти сумки. Поняли? Берем сумку. Это, кто не знает, такой же, как и я, то это для вас тоже лайк-хак. Я, видите, не допетрила. Собиралась класть на железки. Вот так, раз, два, и поехали. Поняли? Напишите, кто тоже не знал, и вот первый раз увидел вот такое. Или я одна, тугадум такой. Короче, поняли? Вообще, я взяла тележку, а вообще здесь вот стояли тележки, и тут уже был встроенный пакет. Просто у меня тележка была без этого встроенного пакета, поэтому я не дотумкала. Ой, и смех, и грех. Так, зашли, заказали блинчик, один просто с маслом, один я себе цезарь взяла, и нас отправили на парковку. Где-то на парковке выдают. А, тут еще вот написано, вот такие столы на парковке мы спустились, Subway, MyBox. Так, у нас блинчики. Дэнь, пойдем искать наш, наш стол. А, вот, вкуснолюбов и KFC, они вместе дружат, один стол делят. Мне кажется, что сейчас даже происходит все намного дольше, потому что они же не будут по одному заказу выносить. Они берут, вот мальчик идет с пакетами, они берут, делают несколько заказов. Соответственно, те, кто сделали первое, они ждут вторых, третьих, четвертых. И потом все получают. Вышли на улицу, тут дождик прошел, блин, подожди, лавочки мокрые, сейчас протру их, хватит ли нам этих салфеток. Кайф покушать прям на лавке, хотя машина вон там стоит. Все, короче, обустроились тут, сели, полулавочки протерла, одна салфетка осталась. Сейчас, Деньке взяла блинчик с маслом, просто себе цезарь, как всегда. Он любит блинчики, романтика. Это сидеть на лавке и есть что-нибудь, и пить. Можно вечером, и чтоб можно было смотреть на воду или на огонь. А вообще, вот так вот, даже просто там с торгового центра вышла, где-нибудь села. Не обязательно на лавке, можно на тротуаре сесть. Я помню, в Бельгии когда была, поехала смотреть одну достопримечательность Атомиум там, вот. Не было там лавочек, и продавали много вкусной еды, и там вот все сидели так, или не сидели, не помню, или я одна села на тротуар просто и кайфовала. Для меня это романтика. Вот. Ну, конечно, в ресторане, при свечах. Но вот такое обосяцкая романтика, то, что я очень люблю и за этим часто скучаю и сама себе устраиваю. Времяночку купили, долго выбирала, какую, короче, взяла самую легкую. Там есть какие-то суперфирменные, они там стоили две тысячи, а эта стоит тысяча триста, она такая, ну, как бы без фирмы, но они очень идентичные были. Главное проверить, чтобы она ровно стояла, то на витрине она не ровно стояла, но продавец сказал, что на нее уже тысячу раз залезли, слезли, поэтому она уже не ровная. Надеюсь, что это будет ровно, надо будет прям на карсе ее проверить. Издалека я иду, смотрите, вот она занавеска, она действительно, она действительно голубее, чем в этом, чем, как его называют, вы поняли, или в икее, Я хочу, я хочу, мне нравится, мне нравится. Это он же цвет? Он же, да? Так, все, сейчас пойду к консультанту все узнавать. Так, ну и смотрите, вот здесь тюль, слушайте, то же самое, только дешевле, здесь 600 рублей, а в икее она, я вам показывала, сколько, 850, да? Вот точно такая же тюль, ничего особенного, как бы, и вот она, даже длина еще покороче, как раз, мне, конечно, нужно на 5 сантиметров еще покороче, чтобы она не, это, не полоскалась там, ну, вроде нормальная по качеству, о, а здесь, смотрите, 1125 метров сразу, цельная, но я хочу, чтобы была не цельная, хотя можно цельную, 5 метров сразу взять, ну, получается ее только по бокам открывать, а мне кайф в середине может мне кайф открыть, поэтому я бы коротенькие лучше 2 взяла, в общем, взяла пока, эти нам нужно проверить, будет, поэтому я взяла их 2, на одно какое-то окно, они точно пойдут, на одно окно, на одно окно, нервысь, блин, и это, ну, и 2, вот такие взяла, если нужно будет больше, возьму больше, но наличия их много, пока, вот так вот, видите, затемняет оно, то есть между сильным и половиной, должно хорошо затемнять, все, зайчик, садись, мы едем на кассу, кобли, на ручке, короче, открыла здесь в специальном месте, все ровненько стоит, Денька полез уже, да, проверять, все окей, все ровно, не шатается, да, здесь можно держаться, вообще, 1300, она легкая, как я не знаю что, как раз мне шторы постоянно вешают туда-сюда, а уберу я ее потом в гардеробную специально, потому что в гардеробной она тоже мне понадобится, у меня будут очень высоко лежать вещи, а еще и кухня тоже, у меня интерсоль очень высокий под потолок, короче, классная, вот девочки, 1300 рублей стоит, весит просто, легкая-прелегкая, алюминиевая она, ну вот такая вот, там с красными была фирменная какая-то, типа он там, типа хорошая фирменная, да, а это вот с синими и с черными, она была не, а, или нет, с красными и с синими она была подешевле, а с черными была подороже, Денечка, вставай, вставай, я покажу, какая легкая она, давай, аккуратненько, давай, назад, спускайся, молодец, ой, умничка какой, еще, вот она легкая какая, девчонки, я ее одной рукой вот так поднимаю, только еще Деня повис, убери ручки, Деня, убери руки, вот, все, очень легкая, кайф вообще, все, День, мама довольна, что купила стремянку, вот это счастье, теперь я буду чаще лазить, все поправлять, что еще буду чаще делать, стирать шторы, что еще буду чаще делать, ну короче, стремянка это огонь, смотрите, какая большая декоративная лампа, это мне напоминает, знаете, вот эти мультики советские, были там такая лампа прыгала, мне кстати нравилось, когда она прыгала, какие-то интересные мультики начинались, в такую погоду, мне нравится идея, оставлять машину, на улице, а не на парковке, но там дождь, мне кажется, что это была плохая идея, сейчас будет еще один любопытный момент, как я буду стремянку засовывать в машину, как она у меня поедет, всем доброе утро, смотрите, как шторы вот эти вот закрывают, насколько закрывают они, хорошо свет, здесь вообще прям темно, сейчас открою, вот открыло окошко, окошко, не знаю, что-то я хожу, думаю над этим светом, не темные ли они, представляете, насколько вот все темные цвета, они белые, мне могут напрягать, вот я хожу, что-то наблюдаю, проснулась сейчас, вчера повесила, проснулась, сейчас думаю, блин, что-то светлое хочется, ладно, буду просыпаться и думать, в общем, сняла я занавески эти синие, вот повесила тюль, тюль, кстати, неплохая, я думаю, взбрызгну сейчас, чтобы она так вытянулась, ну, не такая помятая была, тюль мне нравится, хорошая, даже если сейчас я, кстати, спущусь у меня в машине с икеей тюль, Дэнь, ну хватит капризничать, если они прям идентичные, то я поменяю, как бы, что, возьму подешевле, то, что в Леруа, зачем мне в икее дороже, на 500 рублей получается, вот, вот, а эту синюю, бирюзовую, хочу сдать, не могу, она мне прям давит, вы понимаете, насколько, теперь вы понимаете, да, насколько, почему белый цвет, потому что даже вот такой синий, все, вот он здесь, и у меня аж настроение с утра испортилось, он какой-то, давлеет мне, давлеет, как-то и комната меньше кажется, и этот синий, как пятно, бельмо на глазу у меня, короче, вот так мне нравится, прям, вот так классно, может, я даже так и оставлю, и не буду другие занавески, короче, сюда надо светленькие, беленькие, акценты на другом ставить, но не на занавесках, он полез, красавчик, куда полез, далеко полез, стремянка обалденная все, вот я тут уже вещи свои накидала, еще не разбирала, это мы перенесли с мамой, поставили, так и все, стирка тут у меня, милка тут у меня, а еще момент, почему я думаю поменять, потому что в Леруа 2 800 идет, длина 2 800, 2 метра 8, 2,80, короче, да, или 2 800, 280, короче, а в Икеа 3, и мне по-любому подшивать надо, а вот с Леруа можно даже не подшивать, мне кажется, неплохо даже, ну, чуть-чуть оно свисает, я посмотрю, будет ли зажевывать мой этот робот-пылесос, но зато ничего подшивать не надо, в Икеа по-любому все надо подшивать, а еще беда, знаете, какая приключилась, я сложила занавески, все как было, как бы все прям по швам, там все замечательно, чеки не могу найти, они были в пакете, у меня в прошлый раз в фикс-прайсе не могла найти чек, у меня Милка его, короче, играла, играла с ним, и куда-то она его задевала, теперь чек, причем, у меня чек был, раз, два, а, нет, один чек, там лежал, один я вытащила, один чек лежал, короче, не могу его найти, сели в машину, а как вам мое личико, на самом деле, я только что сделала маску, обалденную, сначала очищение, там, пузырьковой маской, прикольная, но это будет обзор на моем втором канале, кстати, когда выйдет это видео, уже точно этот будет обзор, поэтому проходите по ссылке на мой второй канал, посмотрите, корейская маска, там, я делала сначала очищение, а потом сделала эту мощную корейскую, у меня там так стянуло лицо, все жестко вообще, я аж даже испугалась, но потом, вообще, я сейчас нарадоваться не могу, мне кажется, я помолодела, кожа ровная, все такая, как знаете, вот я ходила в салоны красоты, делала там всякие пилинги, или даже тот же массаж делала долго, и мне кажется, вот такой эффект, знаешь, когда ты выходишь, у тебя вообще нереально что-то с лицом, ты ходишь в зеркало, заглядываешься, постоянно, насколько оно ровное, насколько оно лоснится, все, я сейчас еще использовала другой биби-крем, он, возможно, немного темнит, мою кожу, чуть-чуть он потемнее, мне кажется, вот, но не намного, короче, биби-крем вообще, он в целом, как бы одного цвета, не везде, конечно, но вот эти, которые я использую, они одного, по-моему, цвета, подстраиваются под кожу, поэтому, сейчас я еду, меняю эти занавески, потому что, вот чтобы вы просто понимали, да, а я уже сказала, может не сказала, может я вырежу, короче, чтобы вы просто понимали, насколько я люблю белый цвет, они ведь, посмотрите, какие светленькие, но мне они были, как будто я не знаю, что за пятно висело у меня, я не смогла с этим справиться, и как только повесила тюль, сами увидите, я хожу, у меня прям кайф, у меня прям свобода внутри, какая-то прям красота, прям свобода, вот мне ничего не скажешь, вот у меня, видимо, белый цвет ассоциируется с какой-то чистотой, свободой, и ничего не мешает, понимаете, ничего не мешает, я бы даже занавески туда бы не вешала, так бы тюль бы осталась, а в зале мне тоже нравится, у меня не тюль, а занавески, но они, знаете, типа тюля, они такие тонкие, тканевые, вообще классно, мне кажется, что даже типа таких, мне нужно повесить, вот, мне нужно повесить в детскую, чтобы как раз таки свет, когда включался, я закрыла занавески, чтобы напротив дом, окна меня не видели, и как раз они не будут видеть, и днем классно, чтобы свет не закрывал, ну, короче, вот, и комната совсем другая, она кажется меньше, а сейчас она кажется больше с белым, вот так вот, это, это знаете, настолько индивидуально, когда мне пишут, что ты все делаешь белое, да потому что, ну, мое внутри откликается, чисто на все белое, я не могу по-другому, любой цвет какой-то начинает меня напрягать, другое дело покрывальца, я знаю, что его в любой момент можно убрать, да, а вот занавески, да, их можно убрать, блин, только потом они что, они будут храниться у меня, это раз, второй момент, они тяжелые такие, и они не так легко, знаете, это не как покрывало, заправил и сложил, это извините меня, надо проделать манипуляции, нелегкие еще, ладно, пойду, короче, их отдам, и даже ничего я не буду сейчас брать взамен, вот, я лучше еще, подумаю, 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 чтобы было очень все комфортненько, и я думаю, что вообще мне блокауты нужны только в одной комнате, в спальне, в которой мы сейчас спим, а в детской мне блокауты вообще не нужны, и в зале мне блокауты тоже не нужны, вот, хочу больше света, больше света, все, поехали, а, еще хотела сказать, что может быть сегодня, я вас познакомлю со своей подругой, с которой мы с 16 лет дружили, и потом у нас был перерыв, не на 4 оказывается года, а на 5 лет, мы 5 лет не общались, 5 лет не общались, и вот мы сейчас заобщались, и я думала, на самом деле, когда мое сердце оттаяло, я думала, что мы будем общаться так, очень редко там, и так далее, но, знаете, как общий багаж, который у нас есть, и то, что нас связало, оно как бы, знаете, вот так вот, раз, так, еще Деньку не пристегнула, оно как бы раз, и возобновилось, да, и такое ощущение, что, знаете, когда вы расстаетесь иногда, там, представьте себе, да, что вы долго встречались с кем-то, с половинкой, да, аналогию проведем, парень с девушкой, долго встречались с кем-то, потом по каким-то соображениям, да, там, может быть, ну, может быть, кто-то, у нас не было предательства, я не скажу, что у нас предательство какое-то было, можно даже назвать нашу ситуацию, я не знаю, может, когда-нибудь мы расскажем об этом, может, даже вдвоем, если она захочет поучаствовать в моем видео, она вроде бы интересуется всеми этими делами видео, у нас было, наверное, в общей сложности можно это назвать недопониманием, и глупостью, да, глупостью с ее стороны, конечно же, не с моей, в общем, я предложу ей снять видео, возможно, мы об этом обо всем расскажем, но думаю, что глупость и глубокое недопонимание, вот, что было причиной, причиной, страхи, страхи еще, да, было причиной нашего вот такого расставания, все, развеяли эту ситуацию, да, потому что ничего такого прям супер страшного, да, не произошло, и вот вы как бы забыли все это, растворили, и оно как заново, только уже более, знаете, более трепетно, ну, лично я сейчас хочу более относиться к этому человеку, более нежно и более трепетно, потому что может быть с виду, знаете, есть у меня подруги такие, которые с виду, они могут казаться очень такими сильными, очень такими напористыми, жесткими, а они на самом деле очень хрупкие, ранимые внутри, и очень боятся, ну, много вещей боятся, боятся боли, ну, такие психологические переживания, да, ладно, короче, я может быть с ней вас познакомлю, посмотрите на нее видео, я ее показывала в сторис, может в видео покажу, если нам сегодня удастся встретиться, вот, а сейчас я поехала в Леруа, у меня есть занавески, опять малого, пристегнуть надо, еще, кстати, я хочу занавески из Икеи вернуть, у меня есть чеки, единственное, что у меня одна запечатанная, вторую я распечатала, и пакет выбросила, думала, что мне сто пудов подойдет, мне здесь не подходит, во-первых, по длине, то, что, да, здесь надо обрезать, и дополнительные деньги, во-вторых, по цене, что то же самое, а на самом деле, момент, здесь видите, вот эта вот часть, вот она, она очень широкая, и она у меня выглядывает из-под карниза, из-под потолка, а те, вот такие тоненькие, и они не выглядывают, и они реально очень нежно смотрятся, короче, сейчас объясню всю эту ситуацию, надеюсь, мне тоже это вернут, так, пришли первым делом в Икею, я взяла талончик, вот там, видите, окно, 37, 38, у меня 39, талончик здесь взяли, и зашла, пока ждем, яблочный сок взяла, икеевский, такой вкусный девочки, знаете, без красителей, кстати, 100% натуральный сок, он мне напомнил, как знаете, полезно для взрослых детей с трех лет, как в детстве, знаете, в садике, когда, я не знаю, носили вам так или нет, в пробирочках таких маленьких, на подносе, вы носили сок, когда мы гуляем, боже, как я любила, мне прям одного было мало, и вот я прям глоток делаю, и просто меня, воспоминания уносят туда, в садик, офигеть, очень вкусно, стоит 69 рублей, так, девочки, икея поменяли мне занавески, легко, без лишних вопросов, это круто, классно, и она говорит, может, даже сегодня вечером уже деньги придут, там в течение трех-пяти дней, но сейчас не вечер, говорит, может, придут сегодня, это отличная новость, сейчас выходим, выходим на улицу, и едем до Леруа, не хочу даже идти, весь этот долгий путь, потом возвращаться к машине, поэтому, так, посмотрим, как там, так, пришли, пришли в возврат Леруа, у меня 147, народу нет, посмотрим, как здесь, как здесь быстро вернуть деньги, так, Леруа вообще, поменяли, просто минуты, мне кажется, не прошло реально, вот, просто 60, за 60 секунд, ничего даже не спросила, что, зачем, просто взяла, и сразу сделала возврат, еще горюче, чем в Икее, так, ну, все тогда, замечательно, это, сейчас, ничего пока не буду брать, мне надо вот эту тюль, поэкспериментировать, это в детской, она, мне нужно в спальне померить, потому что потолки могут немножко быть разной высоты, вот, чтобы понимать мне все, и тогда, я еще докуплю тюль в Леруа, вот, а с занавесками, я не знаю, что делать, я не хочу никуда вешать занавески, мне нравится, вот эта вот светлота, все, никаких темных пятен не будет, все, у меня прям камень с души, сейчас еду к своей подруге, она должна выйти в центре сейчас, мы там договорились с ней встретиться, заодно надо позвонить девочке, которая мне заказала набор кистей, последний из моего магазина, смотрите, какие красивые, в Паула Конто зашла, интересные, такие легенькие, 3,790 со скидкой, стоили 5,600, 5,580, ой, руку пыла, ой, смотри, какая босоножка, с прозрачной, силиконовой, вот здесь, и такой ремешочек, обалденный, вообще, 5,290, а стоили 10,500, представляете, какие скидки хорошие, офигенные, вот этот красивый, сюда беленький, красивенький, 7,290, вау, а вот это видели, ну все, мне тянет на все блестяще, я не могу, черненькие, беженькие, красота, там, я вообще ищу, что-то типа того, только черные, красивые, кстати, минимум полные, 5,990, обалденные, так, ну что, мои хорошие, мы пришли, я заказала карбонару, мороженка, сок, и мы будем сейчас кушать, а со мной, да-да-да-да, Татьяна, о которой я вам сегодня рассказывала, моя подружка, так что сейчас мы сидим, общаемся в красивом месте, куда я давно хотела попасть, наконец-таки попала, и то не с первого раза, они сначала сказали, что мест нет, а потом случайно одно нашлось, вот, так что погода, огонь, музыка, это кинотеатр большой этот рядом, короче, так, ну что, вот встретились мы с подругой, посидели, чуть-чуть поболтались, ели мороженое, слушайте, вот это кафе летнее, в Большом, честно, я не знаю, может какие-то другие продукты, если они готовят, они вкусные, но эти мне не понравились, если взяла карбонара, невкусно мне было, и мороженое тоже не айс, ну и короче, с подругой я вам так ее показала, мельком, да, но это, не стала снимать там, как бы много камер, чтобы она участвовала, потому что она еще, я думаю, не привыкшая к этой теме, это со временем, может быть, если она захочет сняться в каком-то видео совместном, посмотрим, так, а сейчас, Дынечка, садись, я тебя пристегну, и мы поедем уже в сторону дома, доброе утро, мы проснулись, кстати, утром началось с того, что вы платили социальную выплату на ребенка, повторную, прям, с первого, таки, числа, с утра, что, тебя в кадре нет, носится тут, слониха маленькая, блин, ей только 3 месяца, она реально как слон, у нее прыг, 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 что будет, когда тебе будет год, например, или даже полгода, уже страшно, ты еще котенок, это уже раздавить, можешь так, кушать нельзя, вот, смотрим видос сейчас, с нашими потолками, с Денькой, он все пальцем, ротик закрываем, когда взеваем, да? Да. Все, не кусаться, Мел, короче, я еще кофе даже не попила, Мел заскачет, разбудила тут нас, она начинает с утра, когда уже проснулась, будить меня, начинает облизывать своим, шуршавым языком, мне аж больно потом, как будто я себе эпиляцию, сделала, вот здесь начинает облизывать, а потом полчаса отходится, так, Мила, так, мы просыпаемся, завтракать будем, сегодня мне вечерком фотосессия будет, готовились. О, привет, а я сегодня, по-моему, в камеру не включала, привет, да сегодня, что, я сегодня ничего особого не делала, тупила полдня, а потом мне в 6 часов на фотосессию, вот, вот я вам говорила, что девочка мне очень понравилась, которая фотографирует, и я думаю, что надо с ней сотрудничать на постоянной основе, вот, и я думаю, что, вот, лента моя в инстаграме, кстати, подписывайтесь, вот здесь в инстаграм, там много новых фоточек, и я вот хочу, чтобы было больше профессиональных фотографий, тем более, я вижу вас, ваш отклик, обратную связь, когда я какие-то красивые фоточки выставляю, прям сразу лайков, в два раза больше, и я решила на этом не экономить, вот, и понравилась мне девочка, и вот, буду, буду ее нанимать, чтобы была у нас фотосессия, конечно, для меня фотосессия это всегда тяжело, я сейчас три образа подготовила, и надеюсь, мы их все три отснимем, два там такие будут быстренькие, да, а вот в белом платье, белое платье прикупила, ну, такое специальное фотосессии, оно простенькое, но мне кажется, вот прям на нем хочу акцент поставить, мне кажется, красивой нежной фотографии получится, ну, как свадебная, так что, кому интересно, ну, забегайте в инстаграм, ну, и заодно я там отмечаю этого фотографа всегда, посмотрите, какие фотографии она делает, как красиво она меня фотографирует, все, я сейчас бегу, полчаса у меня осталось, мы сейчас едем на левый берег, ну, может, что-нибудь подсниму, хотя, не знаю, у нас время ограничено, она быстро работает, вот, я не знаю, то ли час у нее фотосессия, то ли нет, но, в общем, сегодня с ней поговорю, так, чтобы для меня какие-нибудь были исключительные привилегии, вот, так что все, я мчу, ой, крошки мои, просто вообще, я не знаю, нормально выгляжу, не люблю, когда помады собираются еще, сейчас чуть-чуть выйду, а то тут уже очередь на парковку, сейчас расскажу, так, ну, что я рассказывала, приехала сейчас к друзьям, сейчас быстренько попью чаю, поболтаю, потому что давно не была, и помчу домой, фотосессия, вообще у нас было три образа, так, ага, завтра бассейн, Деньги, завтра, ага, бассейн открыли, бассейн, завтра Деньга пойдет, так, было три образа у нас офигенных, короче, я так жду фоточки, мы еще и видео параллельно снимали, коротенькие, под музыку для инстаграма, вот, вот, короче, я жду с нетерпением, вот, 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 камеру забыла, хотела что-то подснять, но я камеру забыла, так что все, сейчас я к друзьям забегу, доброго вечерочка, мои крошки, все, Деньку уложила, сейчас половина одиннадцатого, что-то я его поздно сегодня пошла укладывать, что-то он долго крутился, сегодня, кстати, я, кстати, кстати, к чему бы это я, вовсе даже не кстати, а не в тему, можно так сказать, да, я сегодня обожгла палец, пока крутилась на фотосессию, и конкретно так прижгла, вот, здесь вот, плойку, и прям начала болеть, и так далее, а у меня нет пантенола, я уже начала там изучать, чем можно, чем нельзя мазать в домашних условиях, потому что мама по привычке мне говорит, масло и сода, вот, всю жизнь ей помогала, да, а я прочитала, что ни в коем случае на ожоге нельзя масло, потому что оно блокирует, что-то там не выпускает жар, что-то такое, получается, что можно любую противовоспалительную массу использовать, будет круто, а вообще, я сейчас еще там участвую в одном марафоне, с маслами всякими разными, оказывается, эфирные масла, а, ну масла же нельзя, да, ну может эфирные можно, наносить на ожог, там чайное дерево вроде от всех болезней, ой, так, сейчас я буду монтировать видос, я очень прям устала, но я жду этих фоточек, мне кажется, они будут такие крутые, особенно в этом белом платье, красивые, и видео, обожаю, я всегда очень тяжело собираюсь на фотосессии, я вечно опаздываю, хотя я сегодня не опоздала, я молодец, ну короче, очень, знаете, вот эта куча с собой всего берешь, пока все перегладишь, пока придумаешь, в чем ты будешь, потом вот сегодня я крутилась, например, накраситься, накрутиться, поехать, потом ты еще раз переодеться, особенно если это жара, блин, на самом деле фотосессии для моделей должны очень дорого стоить, но так как я делаю для себя, поэтому я скорее плачу хорошему фотографу, чем мне платят, вот, и это все, все и для себя, конечно же, на память, но и для вас, я хочу, чтобы у меня лента была красивая, чтобы вам было еще приятнее в инстаграме у меня тусить, поэтому те, кто не подписан на мой инстаграм, обязательно подписывайтесь, потому что, ну он и так уже играет красками яркими, потому что я всегда обрабатываю каждую фотографию, делаю ее в одном стиле, там, в общем, трачу на них время, а сейчас еще и делаю специальные фотосессии и буду продолжать с этой девочкой работать, с этой девочкой, что ты моя девочка, что, кисть, мяско размораживается твое, моя кошечка, ты мне самая красивая, самая красивая девочка носит, шерстяная, да, ты вот так вот мама, мама, мамочка, что так пахнет вкусно, обожаю, обожаю тебя, обожаю тебя, обожаю, 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 сегодня она меня испугалась, так шипела, у нее даже вот эта вот тема, вот эта тема аж даже вздобенулась, хвост распушился так, как никогда, он обычно у нее там немного распушивается, когда она там что-нибудь такая, на дыбы встает, а то она прям шипит, тут встала, хвост вообще как у белки, как будто вообще не ориентал у меня, нифига, а какая-нибудь это персидская, и не подпускает меня, а у меня на голове было одето большое полотенце, волосы я только искупала, помыла, но вроде сидела, все нормально было, а потом я вышла, Дэнки за водичкой, вышла, они на диване вместе были, и я такая резко захожу из комнаты, она видимо видится, и все просто, я пока не сняла полотенце, там аккуратненько к ней не подошла, она меня не признавала, я сняла полотенце, она все равно шипела, не знаю, а потом успокоилась, я говорю, ты что, испугалась, что ли, мамку, вообще, ладно, буду монтировать, потом ложиться спать, сегодня что-то припаснились, доброе утро, мои хорошие, сегодня я, по-моему, камеру не брала, еще руки, сейчас мы собираемся в гости к Елене, счастливая Елена, прекрасная, Ленусик, хэппи, вот, кто знает, тот поймет, мы собираемся в гости, погода хорошая, я сегодня уже сняла пару видосов, вот, покушали, и вот время, к 3 часам, мы собираемся с 2 где-то, да, без 5-2, к 3 часам собираемся к ней, не знаю, спрошу у нее, если она захочет, чуть-чуть подсниму ее, что-то у меня немного желудок болит, не могу понять, в чем дело, может, я доела просто соус, там, может, он немного несвежий уже был, но я вроде понюхала, принюхала здесь тысячи раз, вроде нормальный, и вообще к таким вещам, как бы, аккуратно очень, почему у меня болит желудок, чувствую, я надеюсь, мне не будет плохо, так, мы приехали к Ленусичке, вон она, что-то Машуля наша капризничает, не поймет, что хочет, наверное, а Денька, уже на горке, увидела горку, говорит, ой, горка, хочу, разула его, смотрите, тут песочек, тут детки все ходят, раздетые, разутые, и я решила тоже, чтобы он покайфовал, вообще прям хочется куда-то отправиться, реально, где водоем, я на фотосессии была на левом берегу, там, кстати, классное местечко, Лена говорит, давай съездим туда, там погуляем с детьми, мне кажется, надо выбирать времечко, там, потому что песочек, там очень круто прям, вообще посидеть, поотдыхать, короче, вот Денька у нас, вот тут, только он пятками, по-моему, цепляется, за горку, она тормозит его, в общем, солнышко, сейчас уже начало шестого, потихоньку, гуляем, и потом бассейн у нас сегодня, приехали в наш бассейн, Денька от него отвык, и что-то капризничает, вот, вот, но вроде я его сейчас, это, спряталась, чтобы он с тренером сам, потренировался, в общем, бассейн, и потом крепко спать, сегодня у нас супернасыщенный день получился, доброе утро, мои хорошие, Денька нападает на меня из-за угла, так, а, что я хотела вам показать, это, ищу Милу сейчас везде, думаю, где в квартире Мила, а она вот, смотрите, видите, у меня тут, ты что, рыбка, тебя разбудили, да? Вот так вот она спит, все, пусть отдыхает, пойдем, сейчас мы проснулись, я, кстати, сняла видео о Кристине, которое вы просили, да, более-менее постаралась, быть откровенной, вот, куча комментариев уже в первые три часа были, я уже составила целый список, я примерно думаю, что одинаковые комментарии будут плюс-минус, составила список вопросов, на которые я хочу ответить, потому что какие-то, знаете, у меня есть такая привычка высказываться, ой, высказываться, резко высказываться, ну, как бы, оно так эффектнее, да, там, например, там, жизнь давно, да, жизнь говно, но надо это слово немного расшифровать, что я в это вкладываю, да, там, или, потому что многие депрессивные люди могут подумать, что жизнь говно, ну, как так, жизнь хорошая, ты что, ты сегодня такое говоришь, да, но на самом деле я вкладываю в это совершенно не то, что, просто эффектно звучит, да, а по сути там, например, жизнь страдания, да, это буддийский взгляд, жизнь страдания, говорил Будда, почему он так говорил, тоже нужно расшифровать, да, потому что ему есть с чем сравнить, и по сравнению с тем, с чем можно сравнить жизнь страдания, даже самые радостные моменты, которые мы можем испытывать в жизни, да, ну, это, грубо говоря, можно сказать, ну, страдание, страдание это что, хорошо, это не хорошо, это, страдание это говно, не кайф страдать, ну, грубо говоря, да, и вот в итоге жизнь говно получается, вот так, да, но при этом, при всем, по сути все воспринимается совершенно по-другому, да, то есть говно не в привычке, смысле что надо пойти там удавиться и так далее короче вот какие-то мои резкие высказывания люблю так иногда утрировать но это все нужно как бы рассказать и многие моменты какие-то вот в моем видео с кристиной думаю будет видео прочих комментарий видео все ты не хочешь чтобы я снимал в общем я думаю что будет видео комментарии к этому видео ответы на комментарии вот к этому видео сделаю отдельное видео еще одно еще хочу дети вот если бы мамку раз тему ну что жара у нас просто невероятная было бы где купаться чистенько было бы круто вообще бесплатненько и чистенько и народу чтоб не было никогда чисто свои все это нужна дача со своим большим бассейном мечтаю хочу дом с бассейном мы приехали в ленту в ленте прохладно в ленте лучше чем на улице сейчас купим продукты все закончилось отвезем домой потом посмотрим так ну что заехали мы в ленту взяла кое-какие продукты думаю снять видосик коротенькие что-то там прикольненько взяла что мне советовали вроде а так вообще ничего особенного я не взяла может и не надо снимать видосик приду домой просто вам здесь покажу приправу я одну там взяла хочу попробовать с авокадо одна из моих подписчиц мне и советовала я искала соль с лимонным ароматом но это перец с лимонным ароматом но он по моему там какой-то в общем откроем посмотрим дома ну что мои крошки мы вот решили на набережную по дороге решила захватить танюшку собой а таня едет часы и рассказывает мне говорит вот влог сняла посвятила мне там 10 сколько 10 целых 10 минут у меня бывают ролики на целых 10 минут это просто на фоне того что длинное видео было получилось что 10 минут мало в общем недовольна идет говорит что ты мне мало уделила зато название сделала помирилась с подружкой это в конце вам не чуть-чуть сказала на самом деле я уже сняла сняла одно видео да вообще про всех своих подруг ну короче и мне кажется я его не выпущу у меня бывает так знаешь я выговорюсь там такая расскажу про всех подруг потом такая думаю вдруг кто-нибудь обидится чуть лишнего говорю в общем мы на набережную идем вот народу я смотрю немного кайф чуть-чуть под загореть может ножки мне ты говорила ты пастилку взяла да в машине осталось пойдем пойдем о чем у тебя подождем не пойдем блин мы прошли пол дороги уже заболтала смотрите какие здесь горки огромные я боюсь боюсь день аккуратно полез прикольно мы здесь первый раз кстати именно на детской гуляю но он что-то увидел прям вообще обрадовался вот на горку большую идет зайчоночек мой кайфует короче пока он на детской площадке покайфовал мы сюда пришли уже как-то темно и мы толком не загораем и денька вот в темноте его каша он воду любит и мы сюда надо пораньше завтра суббота завтра вроде зовет леночка меня куда-то посмотрим но обязательно надо вот походить а здесь классно блин да классно здесь единственное что конечно берег вот это ил непонятно я тут каша не купалась я люблю бассейн короче денька кайфует там водичка он весь уже грязный не знаю так как мы домой пойдем а мы здесь а мы здесь станет фотографируемся у нас уже тысячу миллион пятьсот фотографий я уже прическу тут поменяла уже напрягли девчонок каких-то поход как короче фото так много одеть это как сейчас девочка гламурном розовом платье она вся уже в этой муляке да 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 дэнни боже я ничего не взяла ему взамен я еще думала кисенька иди сюда пожалуйста солнышко иди-ка сюда что там еще несешь тяжеленькая дэнни какой-то у меня чистенький зубы а как мы в машинке поедем с тобой кисть и ты еще мокрый зай и капот я хорошо взяла хотя бы полотенце я тебя сейчас укутаю полотенцем вот и голову потащу в машину потому что он так замерзнет и простынь сняла его посмотришь ну короче классно как посмотрите девчонки посмотрите мост а смотри какой там фильтры вообще фильтры вообще огонь отчет за фильтр где-то взяла обалденно просто мост корабли огни а вот там включили огни и фотки такие все красивые получать обалденно просто уходить не хочется а погода погода девочки вообще просто бомба best the best блогер привет в институт мне хоть stories пропала на полдня доброе утро и нижнем а вот красном горит все это не вырежу конечно крюшки моя представляете сейчас начало 10 вообще день кое в 9 уже укладываю спать а мы находимся на другом конце города считали на другом берегу города вообще берегу и уходить вообще не хочется если честно вот сидим день к продолжает там строя это замки вообще и просто но погода просто я не знаю надо идти домой я не хочу уходить не останавливайся время остановись вот что хочется сказать итак татьяна сейчас попробуйте в роли оператора давай она сейчас подснимет нас вас и нас всех и нас и вас да получится я смотрю мы идем вот бассейн и на самом деле кафедрик раздет и вообще ему пока мы тоже разделись я ну конечно я виду погода классно что тепло ну как тебе оператор ну я не знаю там посмотрим это моя первая проба поэтому я пока не увижу не смогу мне кажется хотите здесь вообще можно остановиться где-нибудь у гостиницы да и вот каждый день с утра прям лед блин здесь за покупаешься здесь конечно болото да ну бассейн и гостишка в гости и нормально там освежаться я шорты кстати молодым взяла оказывается сухие вот я молодец меня вообще качают у тебя с непривычки камера я нервничаю да у меня руки присутся да ну как бы такой интересный момент мы же из-за первого канала снимаем ответственность такая я даже нервничаю даже прям не знаю что сказать мы сегодня заходили в южный вот например да да посидели немного в южном очень такой топовый ресторанчик в нашем городе мне нравится и ну честно будем там я думаю этим летом частенько потому что в принципе сюда да 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 на наши набережной это единственное место куда муста на левом да да такие домики препятствия есть новая камера не надо держать она короче да да я хочу такую скину ссылку он там вообще на крутую камеру прям вообще очень нужна тебе она стоит там тысяч шестнадцать дешево но если я не путаю в общем да ну да ужас маленькая раньше камеры были вот такие да да так одновремя руками и держишь к снимаешь только нос ну да да вот я блин ну да это в зубе да как раз посмотрите застрял какие все красивые да все таки у нас прям такая это не просто набережная у нас такое-то как бродвей там параллели или что это люди сюда выходят прям как на красную дорожку да она да да какая барышня шла в таком грамурном вечернем платье мы уже там были нет там такого ничего прям ух да все как везде да может быть это потому что мы были не в том образе нам так мы что-то потому что до давным встречи придем уже должно тогда пить народ подтягивается парковка полная движуха видимо какой-то будет все-таки пятница вот полнолуния это это что-то значит для многих да конечно вечерок начинается жалко что селение идти укладывать малого а я думаю что столь прекрасный вечер я еще продолжу да ты не знаем пятница слушай кстати ты идей подавить все заведения открыли я думала вообще как бы не думала да об этом я сейчас об этом подумаю надо будет проверить кто куда идет и завтра да да вот все ну чё ты не хочешь за и холодно до дома и тогда дома дойти надо кися так не растягивайся до дома дойдем пойдем ну потому что ты можешь замерзнуть совсем с голым тортом ходить не надо иди рыбка мама смотри какой понесет большую пакету учете расстроился давай ручку давай как тебе идет ты красавчик такой купе ручку тоже большой такой зайчик пойдем купаться и кашку кушать кашку хочешь ну ну давай побежали побежали тебе очень идет даже главное не раздеты как же сказочно мы провели время невозможно просто я обожаю честно говоря вечер набережно печенька ну конечно можно вот твои печеньки и я с удовольствием вообще-то провела время просто реально не хотелось уходить и поржали и повспоминали что-то класс и вот что мне кажется что уже пора заканчивать этот влог потому что на самом деле я очень много сюда наснимала и что-то я точно вырежу потому что что-то у меня были периодически какие-то откровения мне хотелось что-то поговорить а потом иногда думаю зачем это говорить ну там лишний вопрос разговоры какие-то будут думаю ладно это вырежу но у меня были такие разговоры не знаю минут по десять наверное сижу тут и разговариваю и это может кусочки какие-то вставлю может вообще не вставлю общем этот влог наверное он часа на два вообще в общей сложности в итоге сейчас буду монтировать не знаю сколько войдет вот а я же вам так и не попробовала авокадо с этим перцем да сейчас попробую так ну что выглядит это вот так понимаете соль с перцем здесь давайте солим сейчас должен заиграть другими красками наш авокадо пока мама тут ела авокадо у меня просто села батарейка на камере и я вам не успела сказать что это было очень вкусно мне понравилось спасибо девочки которые посоветовала мне вот этот вот вот эту приправку с лимоном и я чувствую что-то притих мой ребенок а мой котеночек ел ел печеньки и уснул мой сладенький такой на сегодня целый день с мамой сегодня и катались и купались сейчас пойду его положу на кроватку спокойной ночь все мои хорошие уложила дыньку спать все попробовала все сказала я думаю на сегодня мы влог закончим если не прощаюсь до следующего видео пока пока люблю вас а и а и и и и и и и и Продолжение следует...